Добрый день, уважаемые пациенты! Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач виниаролог-уролог. Сегодня мы поговорим о лечении микоплазмоза у мужчин. Микоплазмоз у мужчин вызывается микоплазмами хоминис и генитализ. В основном они передаются при половых контактах, хотя не исключена бытовая передача. Что же входит вообще в схему лечения микоплазмоза у мужчин? Во-первых, это антибиотики, такие как, например, доксициклин, офлоксоцен, аугументин и другие. Очень важно, если есть возможность, сделать пассив микоплазм с чувствительностью к антибиотикам, потому что это нам даст четко тот антибиотик, который мы можем назначить. Дальше очень важно промывание канала. Почему? Ну, антибиотики действуют снаружи, соответственно, с организмом по крови, а местно мы убиваем микоплазмы путем введения жидкости, которая, во-первых, убивает саму микоплазму, во-вторых, они отшелушивают эпителий более ускоренными темпами мочеполового тракта и тем самым убирают, где селится, тем самым микоплазму. То есть, они, скажем так, сжигают дома микоплазм, по сути дела. Дальше, обязательно употребляются ферменты. Ферменты такие, как, например, химотрепсин, лангидаза, они помогают антибиотикам достичь урологического тракта в мышцах. Ну и препараты для иммунитета, это, соответственно, такие, как, например, пандарпановира, лакинальфа. Они способствуют миграции клеток к микоплазмам и клетки иммунитета активно поглощают микоплазму, то есть добавляют в нашу борьбу с микоплазмами определенные достаточно существенные плюсы. Поэтому, вообще, чтобы излечить микоплазмоз, нужно подойти к комплексу, сделать укорчики, промывание канала, употребить таблеточки. Соответственно, вот это и входит в схему лечения микоплазмоза в нашем платном КВД. Сроки лечения микоплазмоза у мужчин обычно от 10 до 20 дней. Очень многое зависит также от того, что поразили микоплазмы. Например, есть микоплазмный простатит. Конечно, там добавляется, кроме промывания канала, массажа пристательной железы. Если, допустим, это пораженные яички, такое тоже бывает и нередко, но не диагностировано, тогда компрессы назначаются, лазерные яички, ну и так далее. То есть очень многое в лечении, кроме вот этих стандартных процедур, зависит от того, что же у мужчины поражено. Поэтому ни в коем случае не глотайте сами таблетки, вы загоните только в эти самые яички, простату микоплазма и потом достать их будет достаточно сложно. В общем и целом, лучше один раз нормально пролечиться, чем 10 раз плохо перелечиваться. Поэтому при обнаружении микоплазмоза, при необходимости лечения микоплазмоза, обращайтесь в нашу клинику платной КВД к опытным ленировкам, которые всегда практически на 100 процентов расскажут вам о лечении микоплазмоза правильно и соответственно проведут это лечение. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.